Привет! Сегодня поговорим с вами про Серафим Найвз. Это молодое ножевое предприятие, основанное всего лишь в 2016 году талантливыми мастерами Сергеем Есениным и Андреем Кузнецовым. Мастерская Серафим Найвз расположена в Люберцах. Амбициозное название компании дает отсылку к Серафимам, высшему ангельскому чину, наиболее приближенному к Богу. Интересно то, что оно упоминается в стихах, в строках, а Александра Сергеевича Пушкина, я думаю, что многие из вас даже могут их знать. Сергей Есенин и Андрей Кузнецов начали свой творческий путь с работ по кастомизации ножей, которые постепенно переросли в собственные разработки. И сейчас в рамках проекта Серафим Найвз кастомные складные ножи премиального уровня создаются с нуля. Главными преимущественными своих ножей сами мастера называют эффектную дизайнерскую внешность и высокую надежность. За несколько лет существования предприятие Серафим Найвз выросло до размеров полноценной мастерской с современным оборудованием, соответствующим оснащением. И компания неоднократно принимала участие в профильных выставках в России, то есть Клинок, Арсенал, а с 2019 года достойно представляет свои работы на выставках в Париже. В общем-то и в ближайшей перспективе мастера планируют свое участие в различных выставках, также расширение модельного ряда ножей Серафим Найвз. Сталь, которую здесь они применяют, это Берлер М390. Мартенситная, хромистая, порошковая сталь премиум класса. Твердостью 60-62 единицы по роквеллу. По сведению это тоненький 0,1, там только около кончика можно намерить какие-то 0,3-0,4 мм. По обуху 3,8. По весу всего лишь 107 грамм, что очень мало для столь крупного ножа. Ну, скажем так, он не то чтобы какой-то огромный, да, но это как минимум такой вот полноценный нож, может быть даже немножко крупнее, чем мы привыкли. Карбонфайбер и титановый сплав БТ-6, то есть запирающий лайнер из такого сплава, соответственно, делают свое дело. Для более легкого, плавного хода клинка используются подшипники в осевом узле. Больстер из титанового сплава 6IA4V Titanium. Клипса, вот клипса, которая мне почему-то на распаковке показалась, ну, скажем так, не самой подходящей, что ли, по стилю к данному ножу. После того, как я познакомился с ней более подробно, я понял задумку автора. Ведь это Тимаскус. Это такой материал, созданный мастерами Томом Паром и Биллом Котлером, ну, еще там участвовал Чак Байби. Так вот, цель заключалась в создании коррозионно-стойкого, немагнитного, легкого, многослойного материала наподобия Дамаска, но который был бы пригоден для украшения ножей без недостатков Дамасской стали. То есть, создатели Тимаскус сделали больше, чем объединили два типа титана. Они сковали красоту прошлого с технологией настоящего времени. И в данном случае материал состоит из двух или даже более различных типов титановых сплавов, которые соединяются между собой по аналогии создания именно Дамасской стали. То есть, технологический процесс производства этого самого Тимаскус очень сложный и, в общем-то, токсичный. Сварка производится в вакууме с использованием плавиковой и азотной кислоты. Я, честно говоря, не силен в этих нюансах, но в любом случае все ножи выполнены из дорогих современных материалов и клипса в данном случае уникальны в своем роде. Это очень интересно, и когда я познакомился более подробно с этим материалом, я понял, что да, молодцы, тут даже про клипсу есть о чем поговорить, есть что рассказать. И, в общем-то, это интересный материал, который создавали, делали сложный процесс, но сделали результат, и, в общем-то, он достаточно интересен. Поэтому мое, так скажем, в какой-то степени извинение по поводу того, что я на распаковочке говорю, ну, как-то бы здесь, чтобы сочеталось как-то, да, чтобы как-то... Нет, если мы говорим о премиум-ноже, да, и премиум-материалы, премиум-изготовления, и редкость, и уникальность, да, вот применяемого решения, это действительно интересно. Материал состоит, в общем-то, из вот... То есть, нож, да, состоит из вот всех вот таких материалов премиальных, все очень качественно подогнано, безупречно подогнано, да, абсолютно все модели выполнены по уникальному дизайну производителя. Поэтому, в общем-то, ножи Serafim Knives не уступают лучшим зарубежным образцам сегмента кастомных премиальных ножей, ну и, само собой, российским тоже. В общем-то, очень приятно было познакомиться с новым брендом. Я только за развитие наших таких отечественных брендов, да, по большому счету, понимаю, что западные мастера, они намного раньше вышли на этот рынок ножевой, да, заняли определенную нишу. Но то, что сейчас делают наши мастера, которые способны конкурировать по материалам, по качеству изготовления, по дизайну, я только рад, на самом деле, и с удовольствием хочу сказать, что нужно поддерживать наших мастеров за то, что они такие молодцы, создают очень классные такие вот, ну, по большому счету, шедевры, да. Вот. И в мире ножей на Западе в том числе это все оценивают. Это не то, что там вот хотят наши сделать нож, который будет там подороже, попремиальнее и так далее. Нет. Когда стремишься к идеальному качеству, к идеальным материалам во всем, безусловно, так вот получается, что ножи более дорогие, да, но они качественные, они классные. И в этом смысле, конечно же, мое почтение. Рад был познакомиться с новым брендом. Само собой, ссылочка на официального представителя будет в описании к видеоролику. Перейдите, посмотрите, познакомьтесь тоже с новым брендом. И по большому счету, очень интересно то, что это не какой-то такой, ну, попсовый вариант, да, потому что, ну, часто, часто, даже уже сейчас, какие-то известные бренды, то подделки, то просто какие-то вот, ну, уже у того есть у того, и как-то вот уже вроде бы покупаешь премиум, да, а чувствуешь себя как-то вот, ну, странно. И плюс ко всему прочему, вот такие уникальные предложения, они как инвестиция. Они со временем только дорожают, они больше ценятся. Это в какой-то степени коллекционные экземпляры. Безусловно, это очень интересно. Новые бренды, такие вот качественные, это классно. Большое спасибо всем, кто поддержит своими лайками. Мне ваша поддержка очень нужна. Я очень надеюсь, что вам не сложно. Мне очень и очень приятно, когда я вижу обратный отклик от аудитории. Я познакомился с новым брендом. Надеюсь, что немножко познакомил вас. Пишите свои отзывы, что вы думаете на этот счет. Пожалуйста, буду рад прочитать. Многим из вас, кстати говоря, стараюсь отвечать. Иногда даже практически всем отвечаю. Большое спасибо тем, кто общается со мной в комментариях, кто поддерживает и, в принципе, высказывает свою либо аргументированную критику, либо, в принципе, делится своим опытом. Весь опыт, который у нас есть, это то, что мы обмениваемся опытом. Это не то, что я опытный, а вы там нет или еще. Это как раз таки обмен. Обмен знаниями, обмен какими-то впечатлениями. Это ценно. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.